Продолжаются работы по восстановлению Буцловского костёла. Уже возвели временную крышу. К зиме храм накрыли оцинкованным профнастилом. Сама святыня стойко перенесла пожары и сегодня готовится к дальнейшему ремонту. На каком этапе сейчас работы, что планируют сделать и в чём сложности? Владимир Королёв отправился к святыне. Строители ещё работают на высоте, занимаются наиболее сложными изгибами кровли, чтобы в будущем избежать протечек в случае проливных дождей. Золотую осень Буцловская святыня встречает своим периодом возрождения. Местные жители привыкли к гулу строительной техники у костёла. До недавнего времени громкий шум был не характерен для Тихого Буцлова. Насколько печальным и трагическим был разрушительный пожар в середине мая, настолько удивительное восстановление. Возведённая крыша, пусть даже временная, придала святыне завершённый вид, но собор ещё не оправился от последствий пожара и дождей. Буцловский костёл по-прежнему сохнет. В той части отчётливо на стенах видны следы сырости, но самое главное, на цветыне возвели временное укрытие, которое спасает её от проливных дождей. Кстати, эта металлоконструкция – каркас для будущей постоянной крыши. Она ждёт своего времени. Ещё месяц назад сантуарий выглядел лишь так – металлический каркас и плёнка под ним. Все понимают, восстановление святыни – процесс сложный и требует терпения. Временная крыша – не финальный этап, но важный шаг перед большим восстановлением. Ещё до пожара архитекторы фиксировали трещину вправо, нефи костёла. Чтобы избежать дальнейших разрушений, в планах усилить одну из колонн. Ведь строительство постоянной кровли увеличит нагрузку на колонну. На следующей неделе архитекторы обследуют костёл на предмет того, что сделано. Верны ли их расчёты и прогнозы. Сейчас оформляется дальнейшая документация на строительство. Многое пришлось воссоздавать с нуля. По этому объекту информация очень скудная. Её практически нет. Нигде их не нашли ни в архивах, ни в костёле. В этой епархии определяются прочностные характеристики грунтового снявания, кирпичной кладки, кирпича, раствора, геометрические параметры. Выполняются поверочные расчёты конструкций с учётом их уже деформированного состояния. Больше всего вопросов у специалистов возникает к уполу. После крыши планируют усилить и его. Возведённая страховка позволяет ввести работы, но усиление могут отложить и до весны. Всё зависит от погоды. По технологии укрепляющие материалы не могут работать в холоде. Плюс пять – самый низкий температурный режим. Весь костёл был зелёный внутри, за то, что биологические подскорки не были. Поэтому теперь он не весь зелёный. И сподеюсь, что это всё же высохнет и никаких наступств не будет. В планах также отреставрировать в старом костёле Буслова алтарь 17 века. Сейчас архитекторы разрабатывают проект его реставрации. В ближайшее время настоятель надеется вернуть электричество в святыню. Когда прихожане смогут посетить костёл, пока неизвестно. Владимир Королёв и Андрей Христин. Агентство теленовостей. Субтитры создавал DimaTorzok